Привет, уважаемые! Очень благодарен и рад вашему вниманию. Напоминаю, меня зовут Александр Цыганок, рассказываю всевозможные побасинки и небылицы, а блюзи. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 95-96% всего этого правда. Ну и на художественный замысел, так сказать, и вымысел отдается где-то под 5%. Так вот, кто-то из доисторических реликтовых монстров блюза как-то заметил, что старые странствующие с гитарами коты как-то неважно играли. Не то по причине того, что были пьяны все время, не то гитары у них были ни о чем и никак, не то потому, что не умели играть, но по странному стечению обстоятельств, весь этот набор неточностей, шероховатостей, какой-то корявости игры систематизировался, стал называться Дорт. И потом год за годом, степ-бай-степ, что называется, все новые и новые поколения музыкантов начали уже умышленно употреблять ошибки предшественников. Нет, конечно же, мы не можем сказать, что это было наводнение бездарной неграмотной игры. Было очень много ребят, которые совершенно профессионально играли. К примеру, Биг Билл Брунзи. О нем вообще говорили, что этот парень не просто одет в костюм и не просто не матерится на каждом шагу, а еще и умеет играть. Конечно же, это говорилось любя и полушутя, но все-таки. Молодцом был, конечно же, Роберт Спенсер Джонсон. Не случайно же парень продал душу дьяволу. Тут положено было играть очень хорошо. Весьма неплох был в гитаре. Миссисипи Фред Макдавелл. Очень хорошая игра. Настоящими виртуозами были Миссисипи Джон Харт и Блайнд Артур Блейк. Эти просто потрясали своей техникой игры. Каждая нотка на месте. Но им противостояла целая армия дортмейкеров. Таких как Блайнд Лемон Джефферсон. Раз. Блайнд Вилли Мактейл. Как много слов «блайнд». Обратите внимание. Джон Эстес. Тут можно называть много-много-много имен. Дело не в именах. Дело в том, что армия системных дортмейкеров была очень велика. Она была настолько велика и она была настолько любима народом, что уже до современных наших дней дожили такие величины, как настоящая вершина Джамалунгма дортмейкерства Джон Ли Хукер. С этим человеком очень сложно было играть. Поскольку никому не было известно, какой она корот в следующий момент возьмет, на какую функцию выйдет и особенно, какой он отмочит гитарный сольный пассаж в следующее мгновение. Далеко от него не ушел тоже потрясающий в своем роде Джеймс Блад Алмер. Этот человек создает настоящую магию на сцене, но вместе с тем его фразировка гитарная и его точность игры оставляют массу вопросов. Кстати, тут надо отдать должное, что некоторые, как я уже сказал, специалисты блюза, практики специалисты, нарочно играют неаккуратно. По всей вероятности, к этой категории надо отнести известного сына земли Кэджан Лэнд Таба Бенуа. Не совсем аккуратно играет на резонаторной гитаре Кэб Мо. Да что греха таить. Джимми Хендрикс имел массу шероховатостей во время игры. Ну, тут, правда, поправочка на наркотики, поправочка на алкоголь, но все-таки. А кто напротив них? А напротив них целая армия людей, которая гналась за филигранностью звука, отточенностью каждой ноты, за благозвучностью гнались. Это, безусловно, всеми нами любимый, ныне ушедший Гарри Мур. Здесь же ныне здравствующий Джобана Масса, здесь же Кока Монтоя, здесь же Уолтер Троуд, здесь же Робин Форд и целая армия людей, у которых каждая нотка звучит как стеклышко. И вот эти две чаши весов каким-то образом балансируют, то та, то другая перевешивают в определенной эпохе. Но они сосуществуют и каким-то образом создают многогранную и многоцветную палитру блюза. Какой посыл у одних и какой посыл у других? Вы понимаете, одни идут за энергией блюза и за колоритом. Чтобы совершилось волшебство, наверное, надо сказать ахалай-бахалай, понимаете? Так вот, этим ахалай-бахалаем является та форма, в которую облекается содержание. А форма шероховатая такая, занозистая, с ненастроенной гитарой. Если же люди идут по линии европеизации этой музыки, то есть по линии благозвучности, то, конечно же, они работают над каждой нотой, но тогда невольно они приближаются к так называемому смут-блюзу, то есть прилизанному, приглаженному блюзу. А от него один шаг до смут-джаза. Вы помните, когда-то был Оскар Питерсон, а на его место пришел Брайан Калбертсон. Вот и сравнивайте, кто из них лучше. Благозвучнее Брайан Калбертсон. Оскар Питерсон интереснее. Какой же вывод вы ждете от меня? Лично мой вывод, как все, в общем-то, в этих наших выпусках, мое личное, вывод таков. Если мы хотим сохранить некую правду блюза, то мы должны сказать этот самый Ахалай-Бахалай в той форме, в которой это делается. А поэтому мы должны использовать дольт. Таково мое мнение. Приватное мнение. Ну а сейчас что-нибудь подобающее. Ахалай-Бахалай 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 Вот на сегодня и все, дорогие мои друзья. И чуть-чуть не друзья, как я уже говорил. Встретимся. Жду ваших комментариев. Пока. С вами Александр Цыганок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова